необоснованное объединение является противоположностью ошибки необоснованного разделения свойства сложной системы отождествляются совокупностью составляющих ее частей ну например все слоны состоят из атомов все атомы легкие и невидимы невооруженным взглядом следовательно все слоны легкие и невидимы невооруженным глазом безусловно добавление в пищу специй делает ее вкуснее но вряд ли кто-либо готов сделать из этого вывод что самая вкусная пища это одни только специи данная ошибка наиболее широко распространилась в последнее время в виде философии методологического редукционизма принципа согласно которому сложные явления могут быть полностью описаны свойствами более простых явлений ну например существование вселенной объясняется физическими законами составляющих ее объектов а социологические явления сводятся исключительно к биологическим или экономическим явлениям как в случае фрейда марксизма другим примером такой ошибки является синтетическая теория эволюции распространяющая реально наблюдаемое видообразование внутри генетически связанных представителей одного сингемиона потому что мы называем микроэволюция на гипотетическое происхождение всех высших животных из низших макроэволюция библейское учение о церкви как теле христовом опровергает ошибки и необоснованного объединения и необоснованного разделения наглядно демонстрируя принцип единства в разнообразии писание говорит ибо как одно тело но имеет многие члены и все члены одного тела так их много составляют одно тело так и христос ибо все мы одним духом крестились в одно тело иудеи и эллины рабы и свободные все напоены одним духом тело же не из одного члена но из многих если нога скажет я не принадлежу к телу потому что я не рука неужели же она поэтому не принадлежит телу если ухо скажет я не принадлежу телу потому что я не глаз то неужели же по этому она не принадлежит к телу если все тело глаз то где слух если же слух где обоняние но бог расположил члены каждый составить тело как ему было угодно а если бы все были один член где бы было тело но теперь членов много а тело одно не может глаз сказать руке ты мне на не надо на или также голова ногам вы мне не нужны напротив члены тела которые кажутся слабейшими гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле а тех более прилагаем попечения и неблагообразные наши более благовидно покрываются а благообразные наши не имеют в том нужды но бог соразмерил тело внушив о менее совершенном большее попечения дабы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге посему страдает ли один член страдает с ними все члены славится ли один член с ним радуются все члены и вы тело христово а порознь члены первое послание коринфянам 12 глава с 12 по 27 стих церковь христова обладает всей полнотой духовных дарований хотя каждый в ней наделен таковыми лишь отчасти очищает Субтитры создавал DimaTorzok